Ребята, всем привет! Это мой новый блог из повседневной жизни, и сейчас я нахожусь на даче. Приехали со Славой и с Вивочкой, чтобы поменять колеса. Отвезли наконец-таки елку сюда, еще целых три чемодана одежды зимней и большой сундук с елочными игрушками. Вот, Вивочка очень рада, что наконец-то мы приехали, она гуляет. Давай гуляй! Давай гуляй! Короче, погода просто высший класс. И я еще не подумала, надела такие кожаные черные штаны и чуть не умерла, пока ехала сюда, очень зарко было. Вивочка! Иди сюда! Вива! Вива, тут бабочки! Бабочки! Иди скорее, как у нее, мой маленький! Чего? Я сказала, что она зашла домой. Ух ты испугашка, мамина! Воды попей! Попей воды! Зацените, целых три чемодана. Такая вот коробка с игрушками и огромная елка. Освобожу эти чемоданы, повезу их обратно в Москву, потом снова их заполню и снова повезу на дачу. Так и живем. Я так рада, что стало тепло! Спасибо! Вот, еще у меня такой причесон небрежный, опять я забыла надеть сережки, потому что я всегда хожу в сережках, но в последнее время я их снимаю, чтобы надеть какие-то более модные, типа колечки, всякое такое. Но забыла. Ой, какая красота! Такие глаза у меня сейчас красивые. Ты куда это собралась, Вивена? Пошли, зайка, на улицу, пойдем! Вы все меня ругаете, что мы с Ивой не гуляем? Да она, блин, не хочет сама. Она такая испугашка. Говорит, мама, пожалуйста, я умоляю, не берите меня никуда. Я хочу сидеть дома, у меня дома спокойно. Вивенька, пойдем на улицу, пошли! Пойдем, пойдем! Где ты? Ты где? Все, никаких домашних посиделок. Я уже подняла наверх три чемодана с вещами, и сейчас я их разбираю, понятное дело, потому что... Ох, надо навести красоту. Я решила, что все-таки сейчас сделаю, потому что потом еще вещи добавятся. Я тут уже разложила немножко. Весна. Да, вштырила нормально. Ты не понял, у меня аллергия, но я, честно говоря, даже не понимаю уже на что, потому что вроде она есть, вроде ее нет. Мамочка, когда мы отсюда уедем? Так, сейчас я буду разбирать другие чемоданы с верхней одеждой, и вообще хочу навести на даче какую-то красоту, и привезти сюда больше уюта из своего дома. Вот в этом шкафу у меня висит верхняя одежда. Она тут уже есть, та, что я не забирала. И сейчас сюда добавится еще очень много всего. В этот раз я конкретненько затарилась, конкретненько решила отвезти все, что мне нужно. И, блин, так удобно на самом деле. Я всегда все привозила в огромных пакетах. Есть у меня вот такая шубка розовая, которую я практически не ношу и не носила, потому что сложная она. Во-первых, она лезет. Ее нужно вычислить, а мне, как всегда, эту пазлу сделать. Круто, когда есть место, куда можно отвезти свои зимние вещи, чтобы не хранить их дома, потому что, скажу честно, я ненавижу, когда дома нет места. А у меня так постоянно. А еще жарко так, как будто бы просто лето уже. То есть я вам серьезно говорю, 23 градуса, это с ума сойти. Я вот так вот выходила на улицу, и мне было очень жарко. А еще есть у меня мысль, что даже в этот шкаф не поместится вся моя зимняя одежда. Моя любимая розовая куртка, которую я носила не знаю сколько. Она реально очень крутая. Короче, не знаю, зачем мне так много зимних курток. Клянусь и обещаю избавиться от них. Просто так уж сложилось, что я такая модница. И мне всегда нужны новые какие-то вещи для фотографий. Где-то в поездке купила какую-то классную куртку. Но на самом деле, скажу честно, единственное место за границей, где я чаще всего что-то себе покупаю, это Лондон. Это моя шубка любимая. Это первая шуба, которая у меня появилась настоящая. Вот эта куртка от Беллы Потемкина. Она просто невероятно огромная, объемная, и, конечно же, она всегда занимает очень много места. Ну вот, вешалки закончились. А, нет. Они еще есть. Зайка, ты что тут грустишь, ходишь? Вивена грустная такая. Мама, я думала, мы в Диснейленд едем. Очень охота открыть окно, но я боюсь, что потом забуду его закрыть. И сюда залетят мухи. И сдохнут здесь. Вот в таких пакетах я обычно сюда привожу вещи. Этот пакет я давно еще привозила. Кто помнит, мы когда со Славой ездили в Сочи, года полтора, наверное, назад, мы там покупали вот такие костюмы. Я их, понятное дело, тоже сразу на дачу привезла, потому что, ну, извините, в Москве я в этом не хожу. Есть такой пледик от ММДЭМС. Это, короче, когда мы были в Лондоне, в магазине ММДЭМС. Там, когда покупали ММДЭМС, в итоге нам вот такое подарили. По-моему, это шло-то как подарок. Либо за очень дешево. Огромное количество тапочек. Хочется приезжать на дачу так, чтобы было желание остаться. Обычно, когда я сюда приезжаю, не то чтобы у меня нет желания здесь остаться, я люблю это место, но так как тут не живет дедушка, а тут, типа, очень неуютно, потому что никто не живет здесь. Ты уже не боишься спускаться, Зая? Только сюда не вылезай, ладно? Ты такая смелая у мамы. Ты такая у мамы смелая собачка. Не ходи туда. Сейчас мама поднимется, слышишь? Ух, такая малышка. Ты напоминаешь меня в детстве. Я такая же была. Смотрела через эти дырочки. Сегодня у Кати Адушкины концерт, я беру вас вместе с нами. Посмотрим, что за шоу они подготовили. Вообще, мы, короче, решили сделать так. Мы доедем до Семеновской на машине, там оставим машину и поедем на метро, чтобы не опоздать, потому что начало как бы в 4, а уже... Короче, уже без 24. Доехали мы нормально, в метро было очень весело. Встретили много интересных лиц, и мужика, который просил ему помочь ради Христа, и музыкантов с дредами, и женщина у меня спросила, сколько времени. Ну, в общем, нормально прокатились. Мы пришли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, после того, как закончился концерт Кати Адушкины, мы со Славой решили дойти в обед-буфет, взять что-нибудь легенькое, потому что мы сегодня еще не ели. Я взяла себе грудку с гречкой, салат крабовый. Так что сейчас покушаем, поедем обратно домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, слышите эту песню? Просто офигенно. Это Миша Марвин. Песня называется «Вдвоем». Вот это очень похоже на то, что как будто бы Пибер поет. Я еду сейчас сделать чистку лица. Мне будут, ну, это, с прыщами моими разбираться, короче. Не знаю. Надоели они мне. Надоели. Я уже как-то ходила на чистку в как раз МД-клиник, куда я хожу на лазерную эпиляцию, на эндосферу. И там мне уже один раз сделали чистку, после чего у меня очень долго кожа была просто офигенной. Но потом опять что-то пошло не так, но мне очень помогла эта вещь. Поэтому я всегда думаю, типа, блин, как везет людям, у которых нет прыщей, и которые ничего с этим не делают. Но, с другой стороны, я понимаю, что наверняка люди с собой что-то делают. То есть я не говорю конкретно про чистку, но наверняка есть какой-то хороший специальный домашний уход. Просто я такой человек, я не люблю вот это вот все. Там скрабы для тела, скрабы для лица, супер, там куча разных масок, какие-то эликсиры молодости, я не знаю. Меня всегда спрашивают, как ты ухаживаешь за своей кожей, как ты ухаживаешь за волосами? Да блин, за волосами легко, шампунь, бальзам, все, вот реально. И с кожей примерно то же самое. Я просто смываю косметику, очищаю кожу, там какими-то мицеллярными водичками или каким-то специальным протираю лицо, типа салициловой кислоты, что-то такое. Оно сушит, типа избавляется от прыщей вроде как, не знаю. А потом я кремом увлажняю кожу. Не знаю, насколько это правильно, возможно, это вообще неправильно. Но самое главное, что надо увлажнять кожу. Ну, так говорят. Короче, вот, так что сейчас мне будут давить мои прыщойды. Не очень люблю такое, потому что потом я буду ходить красная, вся надавленная. Но придется потерпеть два денечка, да, у меня будут проблемы с кожей, ну, как бы все выдавят мне. Но я надеюсь, что будет не сильно красная, хотя, скорее всего, будет очень красное лицо. А потом... Это вообще пипец, я не знаю, как быть, но потом я иду делать коррекцию наращивания волос. Причем это не планировалось сегодня. Я просто написала в свою студию наращивания волос, с фо-хайр, и спросила, типа, привет, можно... Когда можно прийти на коррекцию наращивания? И сказали, сегодня к двум можно. И мне как раз пипец удобно, потому что MD-клиник находится просто, наверное, в пяти-трех минутах пешком до вот как раз салона, где я делаю волосы. Поэтому план у меня такой. Сейчас я доезжаю. У меня делают чистку лица минут за 40, наверное, не знаю, может быть, за час. А потом в 2.30 где-то я подойду на волосы. Но надеюсь, что чистка не займет больше 40 минут, потому что я бы хотела успеть зайти покушать в Макдональдс. Он там рядом просто... Это на Киевской находится, рядом с Европейским, кто не в курсе. Кто в Москве, тот, наверное, понимает. Кто не в Москве, то, знаете, это центр, пипец, далеко ехать. Поэтому сейчас я опрусь по пробкам. Но ничего, мне немного осталось. Я даже, кстати, приеду пораньше, и было бы очень-очень круто, если бы меня на чистку приняли пораньше. Если врач свободен будет уже. В общем, не знаю, как будет выглядеть мое лицо после чистки. Если я к вам сегодня не вернусь, значит, не очень хорошо. Ну что ж, ребят, сегодня понедельник. Рассказываю, что произошло после того, как я вам сказала, что иду на чистку. Мне сделали чистку, после чего я была достаточно прыщавой, скажем так. Ну, не прыщавая, так как все мне надавили. В общем, лицо было не очень. Мне сделали коррекцию. Теперь у меня капсула снова наверху, и волосы стали выглядеть лучше. Потом я приехала домой. На следующий день у меня началась просто невероятно сильная аллергия, и из-за этого я никакие истории не выставляла. Фотки только выставляла в Инстаграм, потому что мне повезло. Они у меня были уже сделанные, что выставить, потому что, блин, когда ты не выставляешь один день фотографию, то это все уже пипец. Все забывают о твоем существовании. В общем, сложности. Вот. И вчера мне было безумно плохо, из-за моей аллергии, которая резко началась. И у меня даже были мысли, что я заболела. Но сегодня мне уже стало лучше, потому что вчера Слава приехал с дачи, пошел в магазин за новым лекарством для меня, потому что кларитин, который я раньше пила, мне абсолютно не помогает. Сейчас я пью Эриус, я его тоже раньше пила, и вот он вроде как привел меня в чувство. Я вчера вечером выпила таблетку, сегодня еще не пила, но мне уже намного лучше. Хотя все равно нос заложен, если вот вы слышите. Короче, жесть. Булочка, мамулина. Сейчас поедем мы с моей подружкой. Скоро мама приедет. А в 7 часов у тебя стрижка, лапочка. Ну не грусти, не грусти, мой маленький. Такая она сладкая собачка. Короче, я уже заехала за Надей, и сейчас мы идем на стадион. И представляете, что кто меня знает очень давно и смотрел мои супер старые влоги, когда я ходила в школу, утром снимала видео, я шла именно по этой дороге мимо вот этого забора. Это забор как раз там, стадион, куда мы идем. Я вот так вот шла, говорила вам, как я не найду школу. Это адище лютое. Сейчас я снова тут иду. И позавчера я заезжала к бабушке за куличком и яичками, и, короче, проезжала как раз здесь вот мимо. Думаю, блин, вот бы здесь еще раз пройтись, как в школу. Но это случилось. Буквально через два дня. Потому что мне приспичило пойти на стадион, фоткаться полуголый. Конечно же, именно тогда, когда похолодало на улице. А вообще у меня много воспоминаний с этим стадионом, потому что еще когда мы с Надей учились в первой нашей школе музыкальной, мы, короче, с классом сюда ходили заниматься, играть. Физра, да, у нас здесь проходил, потому что вон она, наша музыкальная школа, куда мы с Надей ходили. И вот он, стадион. Мы такие подходим, хотим зайти на стадион, и охранник нам только говорит, нельзя платно. Я в шоке. Я просто в шоке. Всегда это было бесплатно. Я прошла даже больше, чем планировала в своих мечтах. Люди добрые, что со страной стало просто зайти на стадион? 100 рублей. Не могу сказать, что это какой-то премиальный фитнес-клуб, но мне хочется сделать фотку, где я такая, типа, тут стою. Давайте-ка я бегу. Сейчас. Ну, разве не прелесть? А посмотрите, какие у нас стразики в ушках. Кстати, опять же-таки повторюсь, для тех, кто будет писать, спрашивать, что у него в ушах, это что, сережки? Нет! Это стразики, которые клеятся на специальный клей. Кстати, из-за моей аллергии я себе постоянно терла глаза, и у меня здесь вообще нет сейчас нарощенных ресниц. Ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Короче, выгляжу я не очень такой свежей, обновленной, все потому, что недавно у меня была чистка лица, вы об этом знаете, и у меня на лице болячки, которые не замазываются тоналкой. Очень часто на видосах видно вот эти вот, как будто бы пятна, и вот там вот белая фигня, видите? Видите? Сто процентов. Короче, раньше у меня здесь висели фотографии, и когда я их сняла, вот что осталось. Это очень печально, и это одна из причин, по которой я безумно хочу как можно скорее поменять обои. Ребята, угадайте, с кем я встретилась? Привет! Карина вернулась из Индии, мы с ней болтали в машине. Намасте. Да, намасте. А сейчас мы с ней идем фоткаться в студию, взяли кучу одежды, фотики, штативы, хорошее настроение. Музыка сейчас включим, будем для вас вложек снимать, танцевать, делать друг другу массажи и все такое. Да-да, за массажем ко мне домой, кстати. Чего? У меня же массажное есть кресло. Точно-точно, я очень хочу попробовать. На самом деле я забронировала по случайности другой зал, но слава богу этот был свободен, потому что именно этот я и хотела забронировать, но я такая молодец, что взяла другой. такая тут декорация. Так что сейчас тут пофоткимся. Короче, у нас с Кариной осталось полчаса, и мы хотим пофоткаться вдвоем, для этого Карина взяла штатив. Что ж, ребята, посмотрите на мои глазки. Они практически абсолютно голые, без ресниц. Вчера вечером я вырвала себе половину ресниц. Ну, как вырвала? Я уже долго с ними хожу, поэтому я просто так вот потянула и дофига типа их слезла, поэтому я это сделала намеренно, потому что сегодня у меня будет новое наращивание ресниц, и мне в любом случае будут снимать эти ресницы. И я всегда стараюсь максимально много снять перед наращиванием, чтобы быстрее пролежать вот это все, потому что я очень ненавижу именно лежать на наращивании ресниц. Еще даже наращивание волос не так мучительно для меня, потому что я сижу, у меня открыты глаза, я могу сидеть в телефоне, играть, переписываться, какие-то дела решать, грубо говоря, а когда я на ресницах, я просто лежу как овощ. Сейчас я поеду в авиапарк, там есть классные шоурумчики, сейчас буду набирать вещей классных, модных, потому что что с седьмого я улетаю в Париж по работе опять, вот знаете, блин, почему моя работа не может быть еще где-то? Я, конечно, люблю Париж, но я там сейчас буду четвертый раз, и Париж реально крутой город, то есть я его очень сильно люблю, но раз уж моя работа такая, то почему бы не полететь куда-то в другое место? Ладно, я не жалуюсь, на самом деле, я очень счастлива, что у меня есть такая возможность. Тут очень-очень много крутой одежды, и я уже приметила вот эти классные курточки, у меня уже все, девочки, я такое обожаю, и они еще короткие, и это то, что нужно на самом деле, блин, супер. Тут очень много классной обуви, очков, платья вот такие, как раз для Парижа, мне кажется, это самое то, это вообще просто бомба будет. Заедем в шоурум, возьмем шмотки модные в аренду. Меня больше интересуют сумки, потому что у меня классных сумок вообще очень мало. Вчера я взяла у Карины пару сумок прикольных, и я поняла, чего не хватает мне на моих фотографиях в Инстаграме. Точно! Сумок! Мы приехали в шоурум Лилу, здесь очень много классных брендов представлено, и можно будет что-то взять в аренду, и пофоткаться в классных вещичках. Итак, ребят, я уже приехала домой, Милочка! И, короче, тут просто пипец, какой бардак, потому что куча всяких вещей. Я взяла очень классные сумки, просто нереально классные, вот такую на пояс, куртка вот такая красная. Вот такую сумку взяла от Пинка, тоже все для фоток. Сегодня мне привезли семь пар, ну, не пар, семь штук очков. очень классных. Они вот здесь вот все валяются. В общем, сейчас я все это буду разбирать и думать, что я с собой возьму в Париж. Вот, но это останется у меня. А это мне надо будет потом вернуть, то есть я это все беру для фоток. Так как я блогер, мне постоянно нужно делать какие-то классные фоточки. И тут еще есть, кстати, классная сумочка, но, наверное, я вам это все покажу потом. Сейчас мне нужно будет собрать чемодан, а еще я взяла очень классное платье, и его вы увидите в влоге из Парижа. На кровати у меня тут тоже кошмар творится. Вот такие туфельки еще у меня появились новые. Думаю, в инстаграме вы их у меня скоро увидите на фотках. Всякая бижутерия. Я тут уже что-то верила, смотрела. Вот такие сережки. Сейчас модно. Они у меня есть еще в золотом цвете. Вот такие сережки. Вот такие заколочки. Еще я недавно купила вот такую заколку. Она прям в тему. Я специально взяла. Есть у меня еще вот такая штучка-повязка на голову. И самый шок это вот такие кольца на уши. Они очень большие. Моя челочка. Мне бы ее помыть, хотя я знаю, что ее нежелательно часто мыть, но я в принципе ее часто и не мыла. Вот. Надо будет ее уложить, но это уже на моей голове надо будет делать. Короче, сейчас будут у меня сборы, всякое такое. Вивьена грустит, потому что она чувствует, что скоро за ней приедет ее бабушка, моя мама, заберет Вивочку, пока мы будем в Париже. Солнышко, мама так будет скучать. Я накрасилась, потому что я подумала, что успею сегодня сделать фотку новую, потому что мне нечего выставить в Инстаграм. Это так тупо, мне пришлось выставить ногти, которые не очень в красивом, в красивой позе сфотканы. Вот мой Инстаграм. Блин, да, они выглядят не очень красиво на этой фотке, мои руки именно, но мне надо было выставить какую-то фоточку, а мне очень нравится фон, на котором я сфоткала ногти, точнее, Карина мне помогла, и пришлось вот так вот фоткать, как будто бы я динозаврик. сейчас я заканчиваю монтаж влога, который вы сейчас смотрите, потому что я хочу открыть его сегодня, то есть 6 мая, потому что мне неохота это делать, когда я буду в Париже, типа, заходить, открывать, переживать, я лучше сегодня его открою чуть попозже, то есть получается где-то 8 часов, да, это поздновато, я люблю пораньше выставлять видео, но ничего, надеюсь, что вы все посмотрите мое новое видео. Завтра я улетаю, надеюсь, что все пройдет хорошо, очень переживаю лететь после недавних событий, которые вот произошло в Шереметьево, очень жалко людей, очень соболезную семьям погибших, это, ну, это просто кошмар, я, я, не знаю, это вот одна из моих фобий, знаете, все, что связано с самолетом, и, тем более, когда еще и лететь скоро, всегда это очень волнительно. В любом случае, очень сильно надеюсь, что вам понравился этот влог из повседневной жизни, я знаю, что вы ждете видео о том, как я похудела, но видите, как у меня все сумбурно выходит, что я ту туда, ту сюда, и, в общем, мне просто хочется снять для вас хорошее, качественное видео о том, как я похудела, я понимаю, что ложка к обеду хороша, и, возможно, вы сейчас обидетесь и не будете ждать, но я пойму, если вы обидетесь, хотя я вас прошу не обижаться на меня за то, что я, ну, пообещала, и пока еще не сняла это видео, оно будет, правда, просто оно сложное, это не влог из повседневной жизни, который я снимаю просто вот по ходу действий, у меня были очень загруженные дни, скоро у меня на канале выйдет интервью с Брисом Роше, где мы с Кариной берем интервью, должно быть очень интересно, потому что, ну, типа, блин, у таких людей, мне кажется, мало кому выпадает возможность взять интервью, и вот у нас была такая возможность, мы ее воспользовались, и мне кажется, что это будет очень интересно, познавательно, из точки зрения людей, которые вот, ну, и взрослые, и подрастающее поколение, потому что все-таки там моменты бизнеса, развития, и, ну, и тем более, и в Роше, вы все знаете наверняка, я просто помню, когда мне лет 13 было, я еще пользовалась их косметикой, то есть уже тогда знала, подписывайтесь на мой инстаграм обязательно, потому что сейчас там будут выходить классные истории и фотки с путешествия в Париж, там будет много всего интересного, потому что мы туда едем по работе, у нас будут всякие классные мастер-классы и прикольные штуки, поэтому обязательно, все, всех люблю, целую, обнимаю, всем пока!